Своих собственных суставов и клеток ускорялся обменные процессы. Клетки отдавали все эти шлаки быстрее. Тоже за счет вибраций, проникающих вглубь тела человека. А сам самурай восстанавливал свои силы. Одновременно это происходит. При медовом массаже, если мы его сделаем в качестве анисулитного средства, еще вот даже обычная соль, специальная морская соль, которая очень хорошо помогает разогреву и выводу всевозможные жидкости из подкожных слоев, из межклеточного расстояния. Масла, какие мы используем? Масла на самом деле очень много видов. На Востоке, например, любят вот это вот кунжутное масло. Они его подогревают. Абиопетические, всевозможные техники используют его прямо, я не знаю, сколько литров, подогретый. Льют прямо на голову, оно вот так устекает, он специально в волосы купается, дополнительные средства туда внедряют. Часто можно использовать обычное масло из магазина. Ну, либо с добавлением оливкового, а еще лучше просто чистое оливковое. Первого отжима, холодного первого отжима, оно наиболее чисто считается, оно засоряет поры и мягко воздействует на тело человека. Плюс к этому вот, как делается ароматерапия, есть, возможно, флакончики, они тоже вот, даже в наших аптеках, в широком сетцементе, можно ими маневрировать. Там, по ароматерапии вообще у нас отдельный семинар будет. Однодневный, тоже полный рабочий день, где мы будем распределять, и в зависимости от того, что хочет человек получить, расслабление помогает, либо активация сексуальной энергии, либо активация умственной энергии, либо активация просто какого-то баланса человека, восстановления сил. А ароматерапия настолько хорошо действует, быстро, потому что она мгновенно за счет вот этих вот очень тончайших фитонцидов проникает в... Ну, там буквально как-то хватает, чтобы она проникла, в нервную систему организма через кожу впитывается и моментально разносится по телу человека. Особенно, если мы делаем это в каких-то таких местах, на шее, где-то он какого-то возле носа, виски... Вот еще часто используют вот такие вот палочки. Это в Таиланде. Палочки часто используют для массажа стоп и вообще для аккультурного массажа. Про аккультуру я вам, похоже, тоже расскажу. Соответственно, тоже потолще, потольше кончик. Либо вот такие вот колесики, видите, это чтобы прокатывать его вдоль какой-то выделенной мышцы. Опять же, я все это заменяю своими руками. Это просто для вопроса вашего маневрирования. Хотите, можете, дополнительные средства использовать, хотите, можете, сами. Вот эти колесики я заменяю... Сейчас покажу, потом массаж ее делаю. Своими собственными пальцами. Когда я прорабатываю вот так, получается многоступенчатое вот такая вот. Три, может даже четыре. Четыре коленца. И люди иногда спрашивают, ой, а чем ты делаешь? Сопскакиваться со стола, а чем ты делаешь? Я думал, ты каким-то этим прибором там. Оказывается, просто то же самое можно сделать со своими собственными руками. И мы будем это делать, используя разные части рук. Я вам покажу, их даже неограничено. Там и эти, и запястья, и тыльная сторона ладони, и косточки с этой стороны, и с этой стороны. И локти, и предплечья. И тут три точки есть на локте, как это можно использовать. И коленем, и даже собственными ягодицами, и собственным копчиком можно массировать человека. А вот в Тибете из Тибета привез вот такой вот, так сказать, гребешок, сделанный из рога яка. Это используется тоже для массажа, буарфный массаж, как вы говорите, слышали? Очень сложная техника, когда этим гребешком тоже разная поверхность. Можно это натирать, можно это, можно это. То есть маневрировать плосчину, ширину нажатия, да, и глубину остроту. Натирается такой степенью, что у человека образуется, ну, наши бы медики сказали, это гематома, ужас, что ты делаешь. А они это используют, потому что это, опять же, ауто-гемотерапия происходит. Дело в том, что до красноты натирается настолько, что, ну, действительно, краснеет кожа, но она не краснеет просто так. Она краснеет только в слабых местах. Соответственно, они таким способом определяют вот эти вот ну, зашлакованные наши вот промежутки в теле, да, на которые потом уже начинают другими методами воздействовать. Ну, массы много, если хотите, можем использовать для эротики, для сауны, для аромаламп, ну, короче, вот потом. Твердые масла тоже бывают. И не только масла бывают. Я, когда прихожу к своим клиентам, они, на самом деле, сами для меня покупают уже эти масла. Представляете? О чем я так говорил на мастер-классе? Что очень легкий вход в бизнес. Практически вы даже можете ничего не тратить на него. Жарко, как у вас, извините. Немножко. Я хочу чистить масло. Для вас, я сниму. Да, может, масло не подействует на меня. Прихожу, в общем, к своей клиентке. Она для меня заранее купила стол вот такой же с дыркой, купила масла. Опять же, у нее дома, у меня на квартире всегда есть полотенца и простыни, и душ, и средства для мытья. То есть, практически. Вы ничего не тратите иногда для того, чтобы заработать на массаже. но это, опять же, принцип вашей вашей профессиональности. Если вы приходите к человеку уже с какими-то своими штучками, к вам доверие как профессионалу больше возникает. Кроме того, вы можете просто как дополнительную программу ему что-то предложить, что он может дома не оказаться. Понимаете? Жарко, что-то у вас. Извините. Я люблю. Так, ну что же. По поводу вот еще, смотрите, из Таиланда. Вот там такой мужичок, обезьянка похожа на рисунок. У них там каждая аптека мастер и доков в своих собственных мазях. Тут 42 42 травы намешаны. Очень похоже по запаху на вьетнамскую звездочку. Если хотите, можете попробовать. Очень сильно у кого миозит. Миозит знаете, да, что такое? Да, мышечное воспаление. Оно бывает настолько жестко, что его ничем не удалить. Иногда практически мышцы каменные становятся. Вот такими средствами тоже на них можно продействовать. И вот так же их можете предлагать своим клиентам. и на этом тоже зарабатывать. Вот такая монастырская мась так называемая. У нас, это уже наше российское производство. При травмах, ушибах и ранах, аллергиях, язвах, ожогах, панкаратите, бронхите и так далее. От всего. Знаете, что сделано? Из так называемой струи бобра. Смешанное с медом. Специальный белый мед, я уже забыл какой-то не оказываю, какой-то не помню. Не помню. Нет, дольник, вот с дольником. Дольник, он тоже отличается тем, что это такая трава, очень насыщенная всевозможными фитонцидами и полезными элементами. Извините, вы же меня замучили. Давайте, может, поршу, как-то. Потому что тем больше в вашем арсенале массажиста будет таких средств. Я извиняюсь, что тоже что-то я. Спорт уже. Вот так раздеваемся. И мы готовы к массажу. Я специально не одеваю какие-то медицинские халаты, тапочки или там костюмы, потому что я предполагандирую такой образ массажиста, который везде может заработать. Один раз вы получили на наших тренингах эти знания и можете их использовать пожизненно. Они в ваших руках будут всегда. Сколько бы вам не было лет? Вы думаете, человек в 70 лет может работать с массажистом? 80? Может. У меня очень много знакомых дедушек, которые это делают. Поэтому вот так буквально там шорты, ну это еще не шорты, сейчас сделаем, брюки превращаются. В легком движении. В легком движении. Ну ладно, не обязательно, конечно, раздеваться. Это шутка была, пока вы в окна, конечно, закройте, если вы холодные. Мне не жарко, я просто готов в работу уже включиться. Вы готовы? Да? Уже есть такая жажда руками сюда попробовать? Да? Давайте сейчас что-нибудь сделаем. Продолжу просто мысль, что вот имеем просто в наличии шорт и майку, ну там уже повязку, вы уже можете приступать к работе, даже обладая какими-то минимальными наводами. Давайте так, сейчас на стол постелим простынь. На комнату мы будем демонстрировать. Максим. мы будем меняться, у нас бывает группы разные, по 10, по 20 человек, поэтому сегодня вам повезло, у нас сегодня практически индивидуальный коучинг с вами будет, так что даже может получиться всю вот эту большую программу еще по времени немножко сжать, потому что мы быстрее все это проработаем. Потому что мы сами понимаем, мы же каждому подходим, каждому ставим руки, каждому рекламу за Дима просто не избегу. если есть сейчас вопросы, давайте задавайте, потому что я там могу перейти к доске. Вопросы? Просто не о том, что постирал, да. По поводу них в комментариях есть такая вещь, как НИУ-стимуляторы, которые тоже позадируют как замену массажа, то есть глубокие мышцы, что про него можно сказать? Про такие что? Очень хорошие инструменты, да. Есть еще и все возможные, даже уколы можно делать, иглотерапии есть. Уколы, я имею в виду с этими антисептики, антибиотики, гомеотерапия и обезболивающиеся возможно, туда уже включены около 40 компонентов. плюс к воздействию, особенно если у человека грызг и что-то еще. У него стимуляторы тоже заинтересели, они также помогают, но мы сейчас изучаем именно ручной массаж и в принципе те же самые воздействия можно и указать руками. Ну, понимаете, смысл в том, чтобы человек, придя к вам, он с вами завязался надолго. Конечно, можете вам предложить весь спектр, но поскольку вы работаете руками, вы больше заработаете с вами собственными руками. Ну, в шоке, то есть этечки они могут даже полностью заменить этот эффект или нет? Нет, они скорее всего симптоматически действуют, убирают симптомы. Да, пролонгированного действия у них не получится. Массажные вот эти вот, опять же, что касается доходной части, мы предлагаем клиенту, ну, как бы, грубо говоря, на улице сказать, ты меня раскрутил на 10 сеансов. Не раскрутил, а объяснил, что действительно, чтобы помочь, чтобы долгий эффект оставался, надо минимум там 10-15-20 сеансов провести. И таких курсов по сколько сеансов, да, надо в год 2-3. А иногда, вот у меня есть такие клиенты, которые просто это делают в профилактических целях. Массаж, по сути, это, в большей части, профилактика. Я люблю работать со здоровыми людьми, а не с больными. И ко мне ходит один человек, который, он уже 20 лет, еженедельно делает массаж. Представляете, он сейчас за 50, выглядит отлично, играет в теннис. Спина идеальная? Спина идеальная. Спина идеальная, да. Ну, у него, единственное, что, псориаз, но это уже совершенно другое заболевание, которое, в принципе, не лечится. Заболевание кожи, но от нервной системы нашей. Поэтому, вот я люблю таких клиентов, которые ходят постоянно, они понимают, что им это надо, они здоровы, они могут быть спортсмены, они могут быть там, ну, кто угодно в этой жизни, и они ходят для своего удовольствия. Поэтому, вот смотрите, просто, если вы делаете в медицинском центре, там им дадут эти всякие миостимуляторы и так далее, это будет называться медицинский лечебный массаж. Сейчас мы его пропагандируем как как он там называется, гигиенический массаж. Оздоровительный гигиенический массаж. По сути, это одно и то же, но с южидической стороны это разные вещи. За гигиенический массаж или оздоровительные процедуры вам не надо никакие специальные там налоги нести, какие-то документы, корышки, лицензии и так далее. Но если вы в медицинском центре используете те же самые методики, вам понадобятся. Это просто юридическая сторона вопроса, не более того. Вот и все. Давайте приступать.